С масштабным паводком продолжают бороться в Актюбинской области. Напомню, накануне там затопило поселок Кобда. Потоплено больше 50 домов, людей размещают в эвакуационных пунктах, отгоняют в безопасное место домашний скот. В районе затопления объявлен режим ЧС. Репортаж Ольги Литвиной. Паводок пришел в поселок в понедельник вечером. Люди даже не успели понять, что происходит. За считанные минуты вода поднялась на несколько метров. Подтопило 51 дом, эвакуировано почти 100 человек. В село согнали осенизаторские машины и мотопомпы. За сутки удалось откачать более 10 тысяч кубометров воды. Пришлось даже раскапывать часть международной трассы, чтобы увести поток. Но опасность представляет еще и расположенная неподалеку река Хабда. По реке Хабда сейчас уровень воды поднялся. Там у нее есть определенный опасный уровень и фактический уровень. Но в настоящее время такого перелива, чтобы вот эта река в обратную сторону пошла, в сторону опять Фока, пока такого нет. Жители спешно эвакуировали в специально подготовленные пункты, а домашний скот вывезли в безопасное место. Также в райцентр направили дополнительные силы полиции. Стражи порядка будут оказывать помощь при эвакуации населения, делать насыпи, а также следить за сохранностью подтопленных домов. В затопленную Кабду прибыла Аким области. Еролат Угжанов заверил сельчан, что без помощи никто не останется. По ущербу комиссия будет работать с участием самих жителей. Объективно, я думаю, они будут рассмотрены. Несут предложения, все вопросы будут оперативно решены. Я думаю, где-то в течение недели комиссия сделает соответствующие выводы. Поддержать пострадавших решили и волонтеры. В разных частях Актубе будут работать 6 мобильных пунктов приема гуманитарной помощи и один стационарный. С вчерашнего дня к нам поступает очень много звонков от пострадавших хабдинцев. Люди скидывают видео, насколько ситуация печальная. Дома их затоплены, люди стоят на улице, кто-то пошел к своим знакомым. У некоторых даже родственников нет. Поэтому мы решили с сегодняшнего утра организовать отправку гуманитарной помощи. Это теплые вещи, постельная, обувь. Если по необходимости мы сейчас созвонимся с людьми, необходимо, если лекарственные препараты передадим. Режим ЧС в поселке будет снят только после того, как закончатся работы по ликвидации паводка. Движение на международной трассе уже восстановлено. По словам специалистов, уровень воды за минувшие сутки спал. Снега в степи почти не осталось. К тому же большой воде помешали и ночные заморозки. По прогнозам синоптиков, морозы продлятся еще трое суток. Ольга Литвина, Нуркенжал Мухан, Астана Таймс, Актубе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова